Армейский конкурс по воздушной выучке летных экипажей, родов авиации и воздушно-космических сил – событие важное для гражданских, романтически красивое. За счет полюбившегося всем в последние годы шоу «Авиамикс», которого в этом году, кстати, не будет. Зрители решили не привлекать, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Но конкурсные задачи экипажи выполнять будут в течение ближайших 10 дней, демонстрируя свои навыки, умения и профессионализм. Без зрителей, под контролем жюри. До открытия конкурса у нас все летчики изучили район полетов в данном аэродроме и полигоне и уже получили допуск к полетам. С завтрашнего дня начинается уже непосредственная подготовка к выполнению полетных заданий. В конкурсе примет участие 160 человек летного состава, 74 единицы авиационной техники, общее количество участников – 630. В огромную честь выступать в конкурсе, представлять свой полк, показать свое мастерство. Конечно, буду стремиться занять первое место, чтобы до дальнейшего участвовать в международном этапе, представлять нашу страну. Огромная честь, ну и бесценный опыт получу. Максим – ведущий в паре истребителей. До этого, в 2016 году, он уже участвовал в качестве ведомого в паре. Теперь ответственность выше. Тем более, что среди участников немало однокашников пилота, которые тоже будут стремиться показать свои лучшие качества. У нас, мы еще начали с февраля готовиться, то есть у нас проходил, сначала мы в полку, у нас отбор проходит, вот, затем у нас в армии проходит отбор, там проходят соревнования. Выполняем все то же самое. В армии заняли первое место, сейчас вот, получается, будем здесь соревноваться, среди уже всей России. Сегодняшний день, день открытия соревнований пройдет без полетов. Но участников ждет оценка физподготовки летного состава. Обычно пилоты демонстрируют свои навыки в видах спорта, требующих определенной координации. В этот раз программа чуть изменена. Сегодня мы также сдаем нормативы по физической подготовке. Что сдаем, как обычно, вот, баскетбол, это элементы? Нету плавания у нас. И добавили штангу. Почему у вас такие изменения? Ну, наши руководители по физической подготовке решили проверить летный состав некоторых других упражнений. Самой массовой номинацией конкурса станет проверка летных навыков пилотов Ми-8. В среднем в каждой номинации будет соревноваться не менее четырех экипажей. Победители этапа представят страну на следующем международном конкурсе. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».